Добрый день! Я продолжаю свой видео проект, который называется 100 шагов из просадки и предлагаю вашему вниманию следующее видео, в котором я покажу свои некоторые последние сделки. Но прежде чем я перейду к сделкам, вот такой вот анализ я делаю перед каждой сделкой. Я хочу обратить внимание, я уже говорила, у многих могут быть вопросы, почему я попала в такую просадку. Я уже говорила, это была череда стопов, череда ошибочных сделок, которая привела к просадке. У меня было несколько ошибок, но моя главная ошибка была то, что в торговле по модели я опиралась самое главное на модель и отбросила на второй план анализ Фибоначчи, который, в общем-то, я очень любила и он мне всегда помогал. У меня была такая, как оказалось, немного утопическая идея, просто смотреть на рынок и торговать чисто рынок. И вот то, что я не учитывала, анализ Фибоначчи, я считаю, привело к этой просадке. Сейчас я пересмотрела немного свой подход, торгую я точно так же по модели, но теперь я обязательно учитываю в каждой сделке анализ Фибоначчи. Итак, какой я делаю вот такой вот легкий анализ перед сделкой, задаю себе несколько вопросов. Во-первых, я смотрю на направление тренда. Во-вторых, смотрю, совпадает ли направление тренда с анализом Фибоначчи. Если совпадает, это очень хороший признак, значит, можно входить в сделку смело. Третий момент. Конечно, жду модель для входа. И все-таки смотрю, что показывает корреляция. Были такие моменты, когда, например, пары, которые должны коррелировать одинаково с долларом, например, евро-доллар и фунт-доллар, были такие спорные моменты, когда они идут в разные стороны. Я этого не люблю. Я стараюсь, чтобы в корреляции, ну, все было тоже логично. Если у нас евро-доллар на продажу, то и фунт-доллар на продажу. И чаще всего доллар-канадец мы будем покупать. Ну, а австралиец-доллар тоже, скорее всего, будет на продажу. Ну, это так я, в общем, вам сказала, как я на нее смотрю. Анализ я делаю основных пар. И выбираю пары, которые мне нравятся наиболее. Как правило, это я смотрю на модели. Модели, которые мне нравятся наиболее, только там я вхожу в сделку. Почему? Потому что так, как я сейчас уже нахожусь в просадке, мне надо быть очень аккуратной, чтобы ее не углубить. Поэтому я стараюсь торговать очень небольшим объемом и входить в наиболее вероятные сделки. Но, как только я выберусь, так скажем, на твердую почву, я постепенно буду наращивать объем сделок, что позволит выйти из просадки побыстрее. А сейчас я хочу сделать анализ некоторых пар и объяснить логику своих последних сделок. Вот перед вами вы видите евро-доллар и мои последние сделки. Одна в этом месяце и несколько в конце прошлого месяца. Итак, что мы видим по анализу Фибоначчи? Во-первых, я хочу объяснить, как я этот самый анализ использую. Правильнее бы сказать, как я все-таки по нему анализирую. Я использую комплексный анализ Фибоначчи. Это торговая система. Есть Виктора Першика в своих прошлых видео, я уже о ней рассказывала. Но я ее использую не в чистом виде, эту систему, а только то, что касается построения уровня Фибоначчи. Им конкретно по паттернам, вот этой самой торговой системы, я не торгую. А вот построение уровня Фибоначчи мне нравится, я их использую даже на всех периодах. Вот, итак, у меня построены все уровни, но мои любимые уровни для торговли, это такие сильные уровни, как D1, H4, я обращаю внимание на месячные уровни, на недельные. На часовые уровни обращаю внимание, но меньше всего. Вот, самый сильный, это D1, и мои любимые самые, это H4, это сиреневая сетка. Итак, что мы видим? Вот почему, например, я покупала 28 августа. В своем прошлом видео я объясняла, так как мы шли в сильно восходящем движении и не дошли до сильного уровня H4. И вот, как вы видите, я купила, и такая небольшая сделка, но прибыльная. Мы как раз идеально дошли до этого уровня и от него отбились. Так как это достаточно сильный уровень, я предполагала и отбой от уровня, и продажу. И предполагала, что продажа может быть в обратную сторону до 23 уровня. Как вы можете видеть, 29 августа я вошла в сделку, я продала по модели, но пошел откат, я получила стоп. Но обратите внимание, что целью у меня был не совсем 23 уровень, это был 38 уровень по торговому периоду H1. Просто сейчас я стараюсь снизить свои ожидания, я стараюсь выходить у ближайшего уровня, потому что мне очень надо выйти из просадки, и мне очень надо, чтобы сделка была прибыльной. Поэтому я вот так чуть-чуть жертвую прибыль, но чтобы закрыть сделку быстрее. Итак, я получила 29 августа стоп. 30 августа была модель, но она была, ночью надо было выходить без убыток, так как пошел откат. На откатах я тоже всегда стараюсь выходить. Я дальше вам в следующих видео покажу план действий для выхода из просадки, который я сделала. И главное, на что я обращаю внимание, это то, что должно быть больше приборных сделок, чем убыточных. И мы должны снизить ожидания, то есть не гнаться за большими диапазонами, за большими размерами сделки, выходить на откатах, ну, короче говоря, увеличить вероятность прибыльных сделок. Вот так. И как можно быстрее выходить, плюсы выходить из сделки. 31 августа я тоже продавала. Немного здесь непонятна модель, но я продавала по более крупной модели. Вот. И сделка была прибыльная. Вы можете обратить внимание, что тейк я ставила там же, где и в прошлый раз, но не дошло. Вчера в понедельник начался откат, и я вышла. На всякий случай я вышла из сделки, как вы видите. Вот. Закрыза фиксировав эту прибыль. И сегодня я опять продала по модели. Сегодня сделка закрылась с прибылью, и уже наконец-то дошла до цели. Можно было здесь не уменьшать размер сделки, смело поставить на 23 уровень. Но, как я уже говорила, сейчас я в такой ситуации очень осторожничаю, поэтому стараюсь взять, может, немного меньше, но с большей вероятностью. Вот такие были сделки. То, о чем я думала, что от 38 уровня будет отбой до 23, вы видите, что, в принципе, сегодня мы достигли этой цели. Теперь давайте я объясню, почему я так думала, что есть хорошая вероятность, что движение у нас будет именно в 23 уровне. По комплексному анализу Фибоначчи от 38 уровня мы можем идти, вернуться к 14. Если это произойдет, мы должны от 14 уровня покупать, и целью для нас будет служить аж... Вот, аж 60, 1,8. В комплексном анализе Фибоначчи это называется внутренний паттерн номер 2. Номер 2. Я торгую внутри дня. Я не жду таких глобальных каких-то вещей. Вот здесь вот, если я куплю на 14 уровне, я не буду ждать, пока закроются эти 5000 пунктов, потому что это может пройти несколько месяцев. Я торгую каждый день, но понимая, что вот здесь от 38 уровня может быть отбой, я, соответственно, как бы делала все ставки на продажу. Соответственно, продавала, и в нескольких случаях оказалась провал, но в одном случае получила стоп. Дальше. Какие будут мои действия дальше? Если будет хороший пробой 23 уровня и хороший паттерн на продажу, завтра я буду смотреть на это и буду продавать, и целью уже будет у меня 14 уровень. Как вы видите, он совпадает с очень сильным уровнем на H1,61. Если будет хорошая модель для входа на покупку на 14 уровне, я буду покупать, так же, как последователи комплексного анализа Fibonacci системы. Я буду покупать, но целью для меня не будет какой-то там очень высокий 61 уровень. Я буду выходить, смотреть по ситуации. Буду выходить либо на ближайших сильных уровнях, либо даже на откатах. Я надеюсь, что вот сейчас, вот это дополнение к моей любимой системе торговля по модели, когда я сейчас очень аккуратно смотрю на сильные уровни и продолжаю торговать визуально, но опираюсь теперь на мощные уровни Fibonacci, я надеюсь, что это позволит мне успешно выйти из продавки. Чтобы лучше понимать ситуацию, я, конечно же, анализирую и другие основные пары, такие как фунт-доллар и доллар-канадец. Торговать я сейчас стараюсь практически только на фунте и евро, потому что доллар-канадец более дешевый. В сделке я стараюсь ходить на одной паре, так как, ну, я бы уже повторюсь, сейчас мне надо, сейчас моя цель очень аккуратно выйти из опасной зоны просадки. Итак, что у нас, что мы видим по фунт-доллару? По фунт-доллару у нас ситуация интересная была в конце месяца и сейчас идет. У нас стоял очень сильный уровень, очень 14 уровень на периоде аж 4. и мы его не пробили, как вы видите, очень интересно, мы отбились от уровня, точнее, ну, не пробили, точнее, пробили и развернулись на уровне 61.8 часового периода и вернулись, показав, что мы не пробили 14-й период тоже. Здесь тоже были продажи и были модели, ну, просто по евро-доллару мне модели нравились больше. Сейчас я выбираю пары и вхожу там, где мне больше нравится модель. И здесь явная продажа. Здесь можно было продавать по модели от 14-го уровня с целью на 9-й уровень, потому что очень большая вероятность, что мы будем опускаться до 9-го уровня. Здесь, ну, мне ситуация пока непонятна. Я буду смотреть дальше, как мы пробьем 9-й уровень. Если, опять же, если мы его пробьем, хорошо, и будет модель на продажу, я буду продавать. Цели буду смотреть по ситуации. Если мы его не пробьем, я буду ждать очень, ну, я буду ждать модель на покупку, но это должна быть очень уверенная модель, так как если мы во время продажи, это будет модель продолжения тренда. Они отрабатывают быстрее, они более такие понятные, скажем так. А модель разворота, она должна быть более сильная, так как развернуть такой мощный тренд, ну, на это надо, скажем так, усилие. И давайте перейдем к паре доллар-канаде. Очень люблю такие ситуации, когда корреляция пар совпадает. То есть, когда евро и фунт, как сейчас, мы продаем, а доллар-канаде у нас идет на покупку. То есть, все достаточно логично и понятно. Здесь ситуация интересная по комплексному анализу Фибоначо. Период D1, это вот эти голубые линии, вы можете видеть, что мы не пробили, а, что мы в начале, давайте, от 50-го мы отбились. И по комплексному анализу Фибоначо, вот здесь я сделала вот такую вот голубую стрелочку, мы должны опускаться до уровня 23,6. Да, до уровня 23,6. И с этого уровня, это будет внутренний паттерн 3, мы можем покупать и целью для нас будет служить какой-то очень далекий уровень 61,8. Это, что касается вот так вот комплексного анализа Фибоначо, таких огромных периодов, как D1, так как вы видите, они могут строиться, но очень долго. Я такие периоды не торгую, но я обращаю внимание на эти уровни. Что у нас по H4? H4 мой любимый период, потому что он ближе все-таки к нам и сильные очень уровни. Это сиреневая у меня сетка. Мы отбились от 50-го и интересная ситуация только в обратную сторону. Мы идем опять же к 23 уровню и здесь по комплексному анализа Фибоначо может сложиться отличный паттерн на продажу. Точнее, если он сложится, то здесь будет хороший вход на продажу и целью будет уже 61 уровень внизу. Вот такая вот цель на продажу. Я пока наблюдаю. Завтра я уже буду оценивать модели. Пока, конечно, никаких продаж. Здесь только уверенное и сильное движение на покупку. Паттерны были ли паттерны для входа? Да, паттерны были. Сегодня был паттерн, но я уже стояла в сделке. И, как я сказала, доллар в канаде дешевле. Мне более выгодно сейчас входить в сделки по евро-доллару и фунту-доллару. Что касается астралица доллара, это моя самая наименее любимая из этих четырех пар пара. Я стараюсь торговать как можно реже, так как движение по ней, хотя и сильное, но я считаю, не такие логичные, как по евро-доллару и фунту-доллару. И, как правило, эта пара коррелирует в обратную сторону с долларом-канадцем. И мы по ней видим, по доллар-канадцу у нас было восходящее движение сильное, здесь мы видим сильное нисходящее, логично. Причем мы здесь перебили такую сильную точку, то есть у меня здесь вообще осталось по комплексному анализу Фибоначчи только месячный и недельный уровень. Я еще не строила дневной и не строила аж четыре. Но уровни сильнейшие, я хочу сказать, вот этот уровень, сейчас недельный уровень D1 и плохо мне видно, а и месячный тоже D1, сильный уровень. И причем сейчас, и причем, обратите внимание, это у нас по недельному, месячному периоду, это у нас внутренний паттерн первый. Да, внутренний паттерн первый. Хотя он уже несколько лет не может никак отработать. Что такое внутренний паттерн первый, я не буду говорить, ну, в моих видео вы можете посмотреть или посмотрите систему комплексного анализу Фибоначчи, если найдете в интернете Виктора Пиршикова. Мы идем к 23 уровню, пробиваем его, возвращаемся к 9, и дальше для нас целью должен быть уровень, ого, аж 50. Я вот сейчас просто измерю для интереса. Знаете, сколько здесь пунктов? 15500 пунктов, думаю, несколько лет туда можно идти. Вот, но самое интересное, что мы уже третий год, этот паттерн никак не может отработать, вот насколько мощные, сильные уровни. И именно сегодня, вот сегодня, мы как раз кольнули этот 9 уровень. Вероятность отбоя, ну, очень такая хорошая. Я бы сейчас, если бы продавала, хотя, да, тренд кажется очень сильным, и здесь все на продажу, ну, не знаю, очень аккуратно, очень осторожно. И покупать рано, но и продавать на таком сильном уровне, тем более по комплексному анализу Фибоначчи, здесь можно, если торговать как бы годами, здесь можно покупать. Ну, короче, ситуация очень интересная, но очень аккуратно я бы продавала. Ну, и с покупками, конечно, еще рано. Пока говорить о покупках, пока не будет модели разворота, причем такой хорошей. Вот, ну, я буду анализировать эту пару дальше, посмотрим, какая ситуация будет по ней. Ну, вот покажу вам вот такой вот примерный план выхода из просадки, который я могу порекомендовать. Он достаточно универсальный. И сама находясь в просадке, я вот, в общем, вот этих основных пунктов я тоже стараюсь придерживаться. Во-первых, определите направление, когда вы торгуете. Самое важное, это, понятно, определить направление тренда. Это то, на что я обращаю внимание, в первую очередь. Каждый определяет, ну, наверное, как-то по-своему, но я просто хочу обратить ваше внимание, что легче торговать по тренду, сделки отрабатывают быстрее, проще выйти в безубыток. Если вы торгуете развороты, вы должны быть более аккуратны и осторожны. Поэтому в такой сложной ситуации, как просадка, конечно, предпочтительно торговать по тренду. Дальше, что я рекомендую? Снизить ожидания. Я уже сегодня об этом говорила. Постарайтесь уменьшить расстояние до тейка. Не держите сделку очень долго. Сейчас, когда вы находитесь в просадке, ваша цель не показать просто идеальную сделку, а просто взять прибыль, чтобы постепенно, шаг за шагом, как по ступенькам выходить из просадки. Я сделала вот такую для себя таблицу. Она в виде вот таких, как я сказала, ступенек. И я понимаю, что этот процесс должен быть максимально осторожный, аккуратный, а значит, особенно в начале, не быстрый, а скорее даже медленный. Наша с вами цель, когда мы в просадке, просто, ну, мне очень нравится это сравнение, выйти на твердую почву, и уже тогда, тогда мы сможем с вами увеличить объем сделок, и у нас дело пойдет быстрее. Ну, просто, когда мы должны начать выходить из просадки, чтобы даже получить уверенность, получить уверенность в своих силах, в своих сделках, это очень нам поможет. Не держите сделку очень долго, выходите на откате. Пусть вы заработаете меньше, но вероятность прибыли будет выше. Дайте себе побольше шансов. Что я имею в виду? Рассчитайте, какое количество сделок вам надо сделать, чтобы выйти из просадки. И давайте себе, пускай уменьшите объем, но дайте себе как можно большее количество сделок. Вы можете взять один объем большой, вольнуть в одну сделку, войти, но вы понимаете, что вы можете, да, выйти из просадки там за два раза, за три или даже за раз, но у вас есть риски потерять все тоже за раз. Поэтому здесь надо как никогда реально смотреть на вещи, дать себе как можно больше шансов. Пускай вы будете по времени это займет дольше, но вы почему бы что-то делали неправильно, раз вы попали в просадку. Дайте себе время, чтобы это понять, успокоиться, обрести уверенность и постепенно шаг за шагом выходить из него. Ну, рассчитайте объем входа и качество сделок, чтобы выйти из просадки. Я это рассчитала. В следующих видео я буду об этом говорить, но не сейчас. Надо, чтобы положительных сделок было больше, чем убыточных. Что я рекомендую для этого? Я не знаю, как вы торгуете, по какой системе, но рекомендую использовать паттерн для входа. Паттерн для входа дает возможность выставить максимально четкий стоп-лосс. Если вы торгуете от уровней и просто ставите там стоп-лосс за какой-то уровень, это не дает такой четкости, как торговля по паттерн. Использовать страховочный ордер. Мне очень нравится эта техника, так как в просадке спокойствие вам нужно, как никогда, и когда страховочный ордер закрывается, все, уже можно просто на этот день, по крайней мере, успокоиться и спокойно наблюдать за сделкой, пытаться взять больше. Не думайте о сроках. Пока вы просто торгуйте шаг за шагом, делайте сделки, вылазьте, и пока о сроках не думайте. Когда вы выйдете из просадки, вы станете сильнее. Это 100%. И тогда у вас будет шанс наверстать. Упущенное время. Ну, а вообще-то в трейдинге, если вы ставите какие-то цели, опять же, давайте себе время и не повторяйте мою ошибку, когда я думала в первую очередь о доходности, о сроках, как-то себя подгоняла. И это не очень хорошо сказывается на торговле. Спасибо вам большое за внимание. До встречи в следующих видео. Я буду показывать свои сделки и убыточные, и прибыльные. И надеюсь, это будет интересно. Если вам нравится, подписывайтесь на канал. И прибыльное вам торговье.